всем привет вы на канале Диана Кот и сегодня будет обзор на все еще этот скетчбук первый рисунок на сегодня это мои персонажи это луна обзора и кот это будет ее парой она была одна из главных героинь только на ее имя была луногривка и она выглядит чуть по другому я ее чуть-чуть переела этого кота я как сказать не назвала но он я думаю будет из другого племени и они будут парой следующий рисунок это синева сумеречная и молниеносная синева это мать сумеречной молниеносной молниеносная это пара мало главного персонажа звездного когтя и здесь она еще когда она была оруженосцем ее имя было молнии лапка и это момент когда объявили то что как бы они будут как бы захватывать земли в общем о предстоящей битве молниеносцы как бы идут далеко это а с него очень как бы натуграно это молниеносная тогда еще молнии лапка это может быть первый день ученичества здесь такой момент то что ее как было поскальзывает со ствола дерева и она падает а это ее наставник грознолитий это мой персонаж здесь она мне не очень понравилось поэтому я думаю что ее в скором времени переделаю сделаю другую одежду а так в принципе этот персонаж останется то есть его история останется и она умеет играть на гитаре здесь я нарисовала ее обычным черным фломастером как она играет на гитаре дальше это одна из главных можно сказать героинь это кора она значит наполовину небесный дракон и рис я расскажу про небесных драконов я недавно начала читать книгу под названием дракония сага уже прочитала одну первую книгу полностью которая называется пророчество о драконятах мне она очень понравилась кто читал и кто читает то ставьте лайки пишите какие вам драконы больше нравится и там были краски небесные драконы я решила добавить части небесного дракона потому что они более подходят она в общем фокусник или иллюзионист им она часть всего фокусы с картами ну или в общем всякие прочие дальше это мой тоже главный персонаж я пока еще не не дала имени я буду звать либо женевьева либо пелагея мне нравится больше пелагея это переводится как морская морская а женевьева белая волна но пелагея мне нравится больше а женевьева ей больше подходит пишите какое имя вам больше нравится это что-то типа ангета реферанс не знаю значит ей я 14 лет родился на 1 июня 2006 года характер упрямая веселая порой безрессудная но также умная первое она имеет магическую морскую звезду с помощью которой может перевоплощаться в морскую фури второе занимается плаванием занимая призовые места третье я действую только на территории лагеря и возле него сейчас расскажу про сам лагерь значит это это может сказать самая главная локация где развивались события значит и где они вот это все мои персонажи познакомились в общем и как бы за территорию лагеря что-то типа наподобие какого-то камня магического который может как бы он может как бы задействовать какие-то магические предметы и часто хранит в себе страшную тайну семьи пока еще эту тайну я не придумала значит если это вот так вот выглядит ее морская цвета она у нее на плече но здесь она как бы закрыла и вот на вот этом рисунке она здесь есть дальше вот хвост при трансформации и также руки вот дальше вот такой вот котафеечки ну с кривой с крыльями и с руком можно сказать что-то пони я можно сказать что нет в общем вот такой вот котик дальше это можно сказать мой я моя раса мой я в общем придумала свой вид я чуть позже про него более подробно расскажу значит здесь я нарисовала себя как бы я выглядела и и хочу сказать что это не кровь это ягоды дальше это мой новый персонаж я пока что еще не точно не определилась и с ее именем но думаю что буду звать флорида значит я видела вами на как некоторые художники рисуют одежду с какими-то принтами например принтер арпузика мне это очень нравилось и хотелось себе такое такое такого что типа такого нарисовать в общем выбрал орхидею вот так у меня получилось и это платье форма орхидея я очень долго думала какую же сделать ей шерсть и в общем решил что пускай она как бы будет что-то типа хуманизации и вот так вот как-то получилось это как бы можно сказать земля вот этого коричневая стружка а вот эти вот корни принципе мне понравилось и припасами рисунок на сегодня это кадриана с ее сестрой и фиджет значит здесь фиджет стоит а с скрипкой раньше вообще она должна была играть на фортепиано но мне надо было что-то ей вручить в руки поэтому я вручила ей скрипку с кадриана и хотела тоже что-то едет в руки хотела ей как бы дать карандаш его кисточку как будто что находит то что здесь по художку какие но у меня не получилось мне это не по раз поэтому я просто и стерла теперь расскажу поподробнее о моей расе значит это раса включает в себя дракона и пони то есть это что-то типа гибрид дракона и пони или либо лошади значит от дракона здесь передние лапы шея часть морды крылья и спина тела а то что это задние лапы как бы грива и морда почти вся расскажу есть два как бы вида их это высшие и грубо говоря нише значит у высших есть рок у них черный язык черные глаза и ушки у обыкновенных то есть губы дали низших у этого всего нет и здесь я нарисовала моего персонажа пламя она как бы у нее есть черные ушки как выше потому что ее родители были высшими драконы драконами бабушка была мишей и как боем и передалось от высших только черные ушки все еще собираюсь у нас у низших магии находится в глазах магия у них всегда есть они как бы могут и пользоваться но когда они как бы можно сказать становятся слугами они в общем как-то слуги либо может крепостные высших драконов то может сказать проводится такой обряд по удалению может так грубо говоря сказать магии и у них потом на правом глазу стоит крест символизирует то что бумаги у них больше нет а теперь расскажу немножко о самым персонажем родилась как бы низшим драконом и поэтому ее мать отказалась может сказать от своего статуса чтобы его есть она может катила потом когда выросла мы искать 100 революционером она хотела сверху высших драконов и чтобы они как бы низшие стали лучшими ну что-то типа того но у него этого ничего не получилось поэтому все таки как бы стала полноправным низшим драконом может быть когда-нибудь она все-таки поднимает план как сверху ваших дракона но это было все если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал для на коже всем пока